Иисус Христос попрощался с Серафимом, но перед тем, как покинуть землю, решил направиться в один из мегаполисов, чтобы увидеть пик цивилизации собственными глазами. И когда он стоял на крыше одного из самых высоких небоскребов, за его спиной раздался голос князя мира сего, Сатаны. — Неужели не зайдешь ко мне в гости? — спросил Сатана. — Посмотри, красиво! Это все создал я. Добро пожаловать на мою землю обетованную, в мой Эдем. После нашего последнего разговора прошло уже больше двух тысяч лет. Посмотри, как я все изменил. Этот мир я создавал по образу и подобию своему. Тебе же нравятся эти здания. Они завораживают, не так ли? — Кто на что смотрит, Сатана? — ответил Иисус. — Я не вижу тут никакой красоты. Я вижу человеческую боль, пронизанная страхом и горем сердца, океаны слез невинных людей, которых ты мочишь беспрестанно. — Вы дали мне тысячу лет, — прошипел Сатана. — И я воспользовался ими бережно, не теряя ни секунды. Я стал сильнее. Теперь вы должны бояться меня. От моей власти содрогнуться небеса — это была ваша ошибка. Теперь мы увидим, чья возьмет. — Ты глуп, Сатана. — Если так и не понял, в чем основа жизни, — ответил Иисус. — А ведь это могло тебя спасти. — Основа! — засмеялся Сатана. — Я ваша прямая противоположность. В этом моя основа. Я сама смерть. Я разделил Вселенную на две части. Я образовал великие инь и ян. Я создал этот мир от Альфы до Омеги. Я ваш противовес. — Что бы вы делали без зла? На каком фоне вы бы хвалились вашими белыми одеждами? — Ты не нужная часть мироздания, — ответил Иисус. — Есть Вселенная, в которых нет смерти, и тебе уже осталось недолго. Ты говоришь, что все это создал ты, а что бы ты делал, если бы две тысячи лет назад на людей не снизошел бы Дух Святой? — Я дал людям творческий дар. Их подобие Божие соединил с великим разумом. — А что дал им ты? — Магию? — Соединил с разумом? — воскликнул Сатана. — А почему не соединил со своим сердцем? — Вы все святоши, а люди нуждались в тепле и любви. Но ничего этого они не нашли, и поэтому пришли просить защиты у меня. — Вы слишком далеко. А людям нужен кто-то поблизости, но никого, кроме меня, поблизости не оказалось. Как же так? — Иногда мне кажется, что вы настолько слабы, что ни на что не способны. Ты видел меня у себя в аду и все равно сомневаешься? — спросил Иисус. — Твой ад пал перед силой Господа. Тебе этого мало? — С тех пор прошло две тысячи лет, — заметил Сатана. — Теперь мой ад уже не тот. Теперь это сильнейшая иерархия тьмы. За эти две тысячи лет столько ангелов перешло на мою сторону. Теперь мы сильны, как никогда. Я построил такие мосты, открыл такие врата, через которые прошли величайшие армии. Вот мои адские воители. Атилла, Чингисхан, Тамерлан, Гай, Юлий, Адольф, Аугуста, Мао, Эржабет, Бенито, Иосиф, Мария, Иди, Франсиско. Я могу перечислять до бесконечности. Я их породил. Я их освободил от адской участи, чтобы адские дела они вершили на земле. Я распахнул ящик Пандоры. Скоро в аду не останется никого. Мы все перейдем сюда. Мы будем пожирать твою благодать, забирать жизнь. Мы выпьем из нее все жизненные соки, а всех твоих праведников отправим в ад, и это будет справедливо. Когда-то Бог лишил меня всего. Теперь я лишаю Его всего. Его подобия Божьи будут страдать на земле, как в аду. Моя армия бессмертна. Мои порождения чудовищны, и весь этот земной рай мы превратим в притон. Мы надругаемся над всеми святынями. Я здесь хозяин. А значит, мне решать. Ты много на себя взял, Сатана, сказал Иисус. Разве ты не чувствуешь, что твоя смерть уже дышит тебе в спину? И я буду тем, кто поразит тебя со всей твоей нечистью. Почему же ты не сделаешь этого прямо сейчас? Оскалил зубы Сатана. Может, еще не время? А, я забыл, как это, когда настанет высшая справедливость. Как решит сама любовь? Надо подождать. Что ж, ждите. А я пока придумаю еще какую-нибудь мерзость. Вы же не торопитесь. У вас времени предостаточно. А я буду издеваться над теми, у кого его нет. Я буду обожествлять похоть, самые низшие инстинкты, чтобы люди превращались в чудовищ, и чтобы абортов было больше, чем рождений. Ты даже представить себе не можешь, сколько миллионов твоих чад божьих с корнями вырываются из лона святого. Посмотри. Каждому человеку присосалась моя лярва. В каждом сидит мой бес. Они поедают человеческую сущность изнутри. Они все зависимы от меня. Они мои марионетки. Я управляю ими. Они мои зомби. Безмозглое стадо безжизненных и бездушных существ. Посмотри, как гениально я все устроил. Полюбуйся, как проросло мое великое творение эго в человеческих душах, заполнив собой всю их божественную суть и разъедая ее изнутри. Посмотри, стоило мне изобрести зеркало, как они погрязли в себя любии. Они возлюбили себя больше Бога. Как только я отдал им гордыню, они сразу возвели себя до уровня богов. Они понастроили столько вавилонских башен в собственных душах, что диву даешься. Они не могут жить без похвалы, лести и почестей. Мое эго породило все человеческие пороки, все смертельные грехи. И это еще не все. Миллиарды людей живут в иллюзии, в пустоте, в созданном мной обмане. И им нравится этот обман. Ради него они будут грызть друг друга зубами, пока они превратятся в гнусных тварей, и этот процесс не обратил. Сатана рассмеялся и посмотрел на Иисуса с превосходством. «Я создал такой мир, который захотел создать. Он и мираж, и дурман, и клоака. Всякая пакость в ней создана мной. Но однажды я придумаю такую заразу, которая очистит землю от погони. И останемся только мы, высшая власть, элита ада, дети преисподней, те, кто прошли со мной от самого начала, от первого восстания против Бога до сегодняшнего дня. Наше тайное сообщество уже на верхушке этого мира. У нас столько денег, что мы можем себе позволить все вершить судьбы государств, покупать материки, обрекать народы на голод, устраивать революции и разжигать войны. Мы новые боги земли. Но, людишки, человечество должно быть уничтожено. Чем люди отличаются от тараканов? Я очищу землю и наполню ее своими творениями. Это будет моя эволюция. Апогей моей власти. Это тысячелетие станет решающим. Тебе недолго осталось радоваться, сказал Иисус. Твоя эволюция завершится в гиене огненной. Почему ты их так защищаешь? Удивился сатана. В них нет ни веры, ни совести. Я за гроши могу купить любого. Они готовы расстаться с собственными душами за даром. Их совесть имеет цену. И вера настолько иллюзорна, что рушится при первом испытании. Где твои праведники, святые? Их нет. Теперь святыми называют кого угодно. Ты бы видел, как грешат праведники твои. Сатана захихикал, прикрывая глаза рукой. Не огорчайся. Они просто рады свободе воли. Это их выбор. Ты тут ни при чем. Они прекрасно осознают, что им нужно. И я подаю им это с ложечки. Их не интересует, что будет после смерти. Они живут здесь и сейчас. Да, некоторые из них на смертном адре охватывает страх. У некоторых просыпается совесть, но все они уверены, что можно грешить всю жизнь. А в ее конце стоит лишь помолиться, как каждый обретет прощение. Не это ли твоя наука? Или это какой-то природный изъян? А что, если человек не может без порока, греха, мучений, что если человек – это ошибка Бога, если такова истинная природа мироздания? Ты это отрицаешь, пытаешься бороться, но едва ли веришь самому себе. Боги тоже ошибаются. Но мы не должны расхлебывать их ошибки. Они сами в ответе за то, что совершили. Бог – причина всего. Все, что вокруг, это следствие того, что было сделано. И я не уверен, что я не есть ни часть тайного плана. Меня создали с отклонением, чтобы я восстал. Так кто из нас коварнее, я или Бог? Мой выбор был предрешен. И ты понимаешь, что это значит. Я жертва, я мученик, которому закрыты любые дороги, поэтому свои дороги я создаю сам. Так где высшая справедливость? Где извечный закон? Ты думаешь, что мне нечего сказать свою защиту? Я предоставлю тебе такую возможность, сказал Иисус. Только поможет ли она тебе? В тебе никогда не было покаяния. Из твоего сердца всегда исходил только смрад. Посмотри на себя. Тебя таким не создавали. Таким ты создал себя сам. Неужели Бог тебя не любил? Зачем нужно было бить его в спину? В спину? Воскликнул сатана. Ты, наверное, забыл, как я лицом к лицу сражался с Богом и всеми его ангелами? Я не ведал страха. Мне не было равных. И какой же справедливости ты требуешь? Спросил Иисус. В чем твоя жертва? Не записывай себя в мученики. Ты получил по заслугам. Извечный закон приготовил для тебя последнее пристанище. Твой путь закончится в гиене огненной. Я закрою этот ящик Пандоры навсегда. И не будет ключей от него, как не будет и скрижалей жизни, и смерти. Если у тебя есть эта власть, так почему ты этого не сделал раньше? Нехидно спросил сатана. Почему даешь умирать невинным? Или тебе нравится наблюдать, как я глумлюсь над жизнью, над святым законом, над людьми? Почему ты медлишь? А? Как он действует, твой извечный закон? Он разбирается в скрижалях жизни и смерти, во мне? Или действует по догадке? А может быть, все это происходит не первый раз? А что, если в этом и есть истина, что всякая палка имеет два конца, что есть альфа и омега, инь и ян, дуальность сущего, что если противоположность Богу должна существовать во Вселенной? В этом суть бытия. Горькая правда. И как бы вы ни старались с этим бороться, вы будете натыкаться на меня и на подобных мне во веки веков. Ты поедаешь собственные иллюзии, сатана, сказал Иисус. Ты слеп, и слепым тебя съест гиена огненная. Как можешь ты знать о том, что существовало за миллиарды лет до тебя? Твои догадки пусты и беспочвены. Если бы ты не сомневался в извечной мудрости, которая существовала еще до богов, ты бы кое-что понял. Но твой бунтарский дух не дает тебе этого сделать. Поэтому ты лишен истины. Ты властвуешь над людьми и думаешь, что сила – это власть. Но есть места во вселенной, где нет никакой власти. И там живут те, кто не нуждался в ней никогда. Тебе туда не пробраться. Ты гордишься своей победой, но это все, что у тебя есть. И большего тебе не дано. Ты это понимаешь. И потому в тебе столько злости. Но я скоро приду и все исправлю. Пока я жив, твоему царству истины не бывать, отчеканил сатана. Здесь некого спасать. Здесь все обречены. В этом я могу тебя заверить. Ты слишком рано разочаровался в людях, сказал Иисус. Ты же понимаешь, что не победишь никогда. У одного святого может быть столько власти, что он будет способен стереть тебя с лица земли вместе со всей твоей ратью. Пока в подобных ему есть Дух Божий, я им защита. Есть вещи, перед которыми ты бессилен. Пока жива совесть человеческая, ты немощен. Ты мог лишить праведников жизни, но они возвращались с такой силой, что сокрушали всю твою мнимую власть. Как ты не можешь понять? Они не цепляются за жизнь. Они проводники Духа Святого, и ты им не преграда. Неважно, какой ты религии. Ты можешь быть обычным человеком, но имея такую веру, такую совесть в храме своего сердца, ты разорвешь любые оковы. Совесть – это отражение любви. Любовь, которая в сердце непобедима. В ней нет изъяна, ничто не влияет на нее. Она – свобода, и свобода – это свято. Она в Духе. Она обитает в сердце самой жизни. Тебе, Сатана, этого не понять. Тебя, Сатана, ожидает еще пробуждение совести и сияние возрожденного храма сердца человеческого, перед которым ты падешь. Сила веры сметет твою нечисть земли, и в этот день я приду во всей своей славе. Ответь мне, Христос, ты ведь пришел за ним, прищурился Сатана. Я знаю о нем, о твоем праведнике, и я найду его, и тогда все то, о чем ты говоришь, не сбудется. Тебе не помешать провидению, ответил Иисус. То, что написано в книге жизни, обязательно случится. Из чего ты так испугался? Ты знаешь, что пока есть такие, как Он, ты и все, что ты создал, обречено. И это всего лишь один земной человек. Я уже не говорю обо всей Рате Небесной. У простых людей есть семь ключей, чтобы запечатать на веки скрижали жизни и смерти. Простым людям по силам закрыть ящик Пандоры. И мы им в помощь. На этом разговор завершился. Яркая вспышка ослепила Сатану, он прикрыл глаза, а когда вновь открыл, Иисуса Христа уже не было. Это был их последний разговор. Теперь впереди у дьявола был лишь судный день и апокалипсис. И он чувствовал это всем своим нутром. Это был отрывок из новой книги, изданной в 2023 году «Земля обетованная, ожившая Шамбала». Автор Влад Шустов. Ранее мной уже был озвучен отрывок из начала этой книги с названием «Беловодья Шамбала». Ссылка прилагается. Автор книги «Земля обетованная» приглашает желающих на Литрес. Там есть в наличии аудиокнига «Земля обетованная», длительность звучания которой 17 часов. А также электронная книга в текстовом формате. Активные ссылки прилагаются. Ссылка на сайт «Земля обетованная», где можно прослушать несколько фрагментов в аудио формате и при желании приобрести аудиокнигу и прослушать полностью сайт «Земля обетованная». На сайте в разделе от автора есть следующие строки. Это отрывок, не весь текст. Рождение этой книги стало значимым событием моей жизни. Удивительным и волшебным. Книга практически написалась сама собой всего за несколько месяцев, без особого труда и как будто без больших усилий. Слова лились как под диктовку, все управлялось таинственными силами, которые владели моей рукой и моими мыслями. Образы в голове рождались спонтанно, персонажи вырисовывались один за другим. Дивное ощущение внутреннего вдохновения, которое пришло ко мне, сметающее все на свете волной. Я чувствовал, что очутился в каком-то ошеломляющем потоке, подхватившем меня. Раньше я и подумать об этом не мог. Не знал, что напишу книгу на такую тему. Влад Шустав На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ на Ютьюбе. Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я отдам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова